Серпухов снова помогает военному госпиталю. Сегодня гуманитарная помощь отправилась в Тулу. Ее собрали волонтеры-медики, Серпуховский колледж, медицинские центры и неравнодушные жители, среди которых немало предпринимателей. Акция инициирована местным отделением партии «Единая Россия». В коробках перчатки, перевязочный материал, медикаменты. Все то, что максимально быстро расходуется в госпитале, куда попадают после полученных ранений военнослужащие. Они прислали список, в чем они сейчас нуждаются. Ну и, насколько я знаю, старались действовать именно по этому списку. Все, что удалось, все собрали. Не то, что не хватает, а требуется все. Потому что те же перчатки, как нам объяснили, они очень быстро уходят. Те же перевязочные материалы, те же шовные материалы, те же дезинфицирующие средства. И это уже не первая партия собранного, которая отправится в Тулу, в госпиталь, а затем в зону СВО, где тоже есть полевые госпитали. Акция, инициированная местным отделением «Единая Россия», нашла отклик среди серпуховичей. Десятки горожан, коллективов, в том числе студенческих, волонтёры приносили и продолжают приносить всё, что требуется нашим ребятам. – Большое спасибо, что все откликаются, все с огромным трепетом относятся, находят силы, возможности. И, я бы сказала, с любовью всё это нам предоставляют. Мы потом ребятам передаём. И от ребят, конечно, огромнейшее спасибо. Очень много видео приходит, много слов благодарности. Ещё раз большое вам спасибо. С покупкой дорогостоящей техники, спецоборудования, тепловизоров, коптеров помогают предприниматели. Сегодня за этим столом один из них – Максим Новак. Человек, который не любит говорить о своих добрых делах. Он просто всегда откликается на призыв помочь без расспросов. Быть полезным – это главное. – В данной ситуации нельзя оставаться в стороне, потому что наши дети и наши внуки должны жить в мире. И ситуация, которая сегодня, она повлияет на будущее наших поколений. И мы можем оказать ту помощь здесь для того, чтобы мир был везде. Все коробки сегодня студенты-волонтёры загрузили в машину. И прямо сегодня она отправилась в госпиталь. В местном отделении партии «Единая Россия» напомнили, что присоединиться к акции может любой желающий.